Здравствуйте, друзья! Хотите ли вы зарабатывать в интернете? Вот такие суммы, как вы сейчас видите на экране. Хотите ли вы иметь один источник пассивного дохода? А 13 источников пассивного дохода? Если да, то досмотрите это видео до конца. Посмотрите, какие существуют источники пассивного дохода. Я расскажу вам сейчас в данном видео и более подробно ссылку на их получение вы сможете получить под данным видео. Если кратко, то я сейчас вам расскажу про такой источник дохода, как подкасты, интеллектуальная собственность, партнерские программы, Инстаграм, Яндекс.Дзен, дропшиппинг, инвестиции, ТикТок, маркетплейсы, краудфайдинг, блогинг, Ютуб и Телеграм. Унимательно посмотрите на эти суммы и вы тогда сможете понять, что вы тоже сможете это зарабатывать, если дослушаете это видео до конца. Итак, продолжим. Первый способ заработка, про который я хочу вам рассказать, источник пассивного дохода, это подкасты. Вы, возможно, слышали в интернете различные подкасты, аудиозаписи попросту, с помощью которых вы можете, как ни странно, тоже зарабатывать. То есть человек в наушниках, голосом своим рассказывает какие-то полезные аудиоматериалы, дает какую-то рекламу и на этом зарабатывает. Подробнее, опять же, вы сможете увидеть по ссылке под данным видео. Итак, следующий способ – это интеллектуальная собственность. Давайте посмотрим подробнее. Соответственно, и как понятно из названия, это нужно думать своей головой. Если кратко, то интеллектуальная собственность – это, во-первых, право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции выполненных работ или услуг, то есть это различные фирменные номинования, товарный знак, знак обслуживания. А также это результаты духовного творчества людей. Они непосредственно не связаны с правом собственности материальный объект, в котором выражены. То есть это может быть написанная вами какая-то книга, созданный вами какой-то тренинг, какой-то записанный курс и многое-многое другое. Более подробно рассмотрим по ссылке под данным видео. Дальше, следующий способ, который тоже можно сделать пассивным источником дохода – это партнерские программы. Давайте рассмотрим внимательнее, что же это. Если попросту, то вы ищете какую-то партнерскую программу, какого-то товара, который заключает с вами договор, например, на продажу какого-то курса. К примеру, курс стоит 100 рублей. Он заключает с вами договор и обещает вам платить, к примеру, комиссионный 30%. Вы привлекаете на этот сайт курса клиентов. Клиенты что-то покупают, и, соответственно, после того, как что-то куплено, вы получаете свою прибыль. Это если коротенько. Соответственно, этих партнерских программ существует большое множество. И если вы все это грамотно разберете и примените, то вы сможете зарабатывать. Опять же, подробнее по ссылке под данным видео. Партнерскую программу мы рассмотрели. Теперь заработок на Инстаграме. Да-да, несмотря на то, что Инстаграм многими людьми используется как развлечение, несмотря на это, в Инстаграме все-таки можно зарабатывать. Как же это можно сделать? Ну, во-первых, есть различные фирмы, организации, которым требуется вести Инстаграм для их каких-то различных работ, услуг и так далее. Например, можно вести аккаунт того же парикмахера, косметологического салона, выкладывать свои работы, там, прически, ноготки и так далее. То есть, и вот каждой фирме нужны такие услуги. Есть люди, которые специально ведут эти аккаунты и, соответственно, на этом тоже зарабатывают. Поэтому ссылки тоже вот на материал по тому, как вообще вот эти все способы заработка я вам приведу под данным видео. И также есть такая профессия, как администратор Инстаграма. На нее ссылочку вам тоже дам под видео. Далее. Заработок на Яндекс.Дзен. Ну, куда же без Яндекс.Дзена? Яндекс.Дзен такая интересная вещь. Думаю, многие о нем уже видели. Чаще всего различные статьи и материалы из Яндекс.Дзена вы видите на главной странице Яндекса. И, соответственно, его тоже можно монетизировать. Суть кратко заключается в том, что вы пишете какую-то статью, оформляете ее, добавляете картинки и в ней размещаете какую-то, может быть, партнерскую ссылку или на свой товар. И плюс сам Дзен дает вам возможность монетизировать ваш канал и зарабатывать какие-то деньги с прочитываний этих статей. Более подробно, опять же, я вам даю по ссылке под данным видео. И также есть там еще один материал, который посвящен непосредственно самому Зену. Итак, дальше. Следующий способ источника заработка пассивного дохода – это дропшиппинг. Слово такое достаточно страшное, но на самом деле все просто. В чем же он заключается? Если кратко, то покупатель, он оформляет заказ на сайте продавца, потом продавец передает заказ поставщику, и сам поставщик отправляет товар напрямую покупателям. То есть вы, соответственно, являясь продавцом, являетесь чем-то вроде посредником между покупателем и поставщиком. Это очень хорошо реализовано на примере товаров из Китая. То есть вы сейчас заказываете в основном китайские товары в Алиэкспресс напрямую, но существует также посредничество, где, допустим, продавец может закупать товары намного дешевле и через эту фирму в Китае заказывать вот таким вот образом, создавая различные лендинги, мини-сайты под конкретные товары. Следующий способ – это инвестиции. Что же такое инвестиции? Попросту вы инвестируете имеющиеся у вас свободные деньги, допустим, в различные акции голубых фишек, в пифы, в золото, возможно, кто-то вкладывает в облигации, плюс существуют еще другие инструменты. Тоже подробнее по ссылке под данным видео. Также я могу вам предложить еще одну ссылку, где есть еще конкретно, непосредственно только инвестициям, достаточно объемный материал есть. Поэтому под видео смотрим. Дальше. Тик-Ток. Многие воспринимают Тик-Ток как развлечение, что это игры, это детское и так далее. На самом деле, конечно же, нет. Тик-Токи сейчас тоже можно зарабатывать. Один из интересных способов – это лидогенерация, когда люди создают различные видео и по партнерским программам перегоняют трафик, допустим, на сайт партнера и что-то продают или продают свои собственные товары. Также существуют и другие способы заработка в Тик-Ток, в том числе и монетизация. Но опять же я говорю подробнее по ссылке под данным видео. Следующий способ – это заработок на маркетплейсах. Маркетплейсы сейчас многие используют из нас, и вы уверенно тоже используете, вспомните хотя бы общеизвестные Валберис, eBay, Беру, Тмайл, Озон, Алиэкспресс, Детский мир, Ламода, Юл, Март, Дочки, Сыночки, Маркет, Мамси. Ну, хотя бы одним из этих сайтов, ну или как минимум, Валберис и Озон вы наверняка пользовались. То есть на этих маркетплейсах люди выкладывают свои товары или товары других продавцов и зарабатывают на каких-то комиссиях. То есть более подробно тоже по ссылке под данным видео. Но опять же тема рабочая, достаточно интересная. Если интересно, можете внедрять и делать. Далее, следующее – это краудфандинг. Тоже такое необычное слово, непривычное, может быть, слуху русского языка, языка человека, но тем не менее. Что же такое краудфандинг? Если кратко, то это народное финансирование, попросту от английского краудфандинг, где толпа финансирует. То есть это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организации. Чаще всего краудфандинг создается на какую-то интеллектуальную собственность, например, на благотворительность. А, к примеру, человек хочет написать книгу, и чтобы ее издало издательство, собирает на нее какие-то деньги. То есть это один из интересных вариантов. Более подробно, опять же, смотрим по ссылке под данным видео. Ну, а я пока продолжаю. Следующее – блогинг. Ну, я думаю, многие из вас про блогинг уже слышали. У нас сейчас много в интернете самых различных сайтов. То есть есть уйма блогеров и как обычных сайтов, так в том числе блогингом, не только называются, связанные с сайтами. Это в том числе могут социальные сети быть, как блогер-ютубер, например, да, блогер-инстаграммер, блогер-тиктокер и много-много других. То есть люди ведут какой-то свой аккаунт, свой сайт, и, соответственно, размещают на нем какую-то рекламу, размещают партнерские ссылки или продают какие-то свои товары. То есть это, если кратко, более подробно, опять же, смотрим по ссылке под данным видео. Далее, Ютуб. Ну, куда же без Ютуба? Уверена, вы на Ютубе смотрите множество роликов, но на Ютубе можно, конечно же, также зарабатывать. То есть, опять же, на монетизации самого Ютуба можно зарабатывать, а также можно продавать какие-то партнерские товары, свои товары, продавать всевозможную рекламу. То есть, ну, достаточно вариантов много. Опять же, более подробно смотрим по ссылке под данным видео. Следующий способ – это Телеграм. Многие пользуются мессенджером Телеграм, многие используют его просто для обычной переписки, но они знают, что его можно использовать также и для заработка. Как же это можно сделать? Если кратко, то люди могут создавать какие-то материалы и в Телеграме организовывать какое-то комьюнити платное, то есть платные группы, допустим, посвященные какому-то виду заработка, посвященные какой-то виду деятельности, то есть продают платные доступы, и там люди конкретно в нем работают. Плюс можно в Телеграме также продавать рекламу и свои собственные товары. Поэтому в этих моментах вы можете разобраться и также зарабатывать. То есть вот я вам уже показывала возможности заработка, то есть вот, посмотрите, вот деньги поступают на счет в том числе, да? Вот в Дзенник видите, какие заработки можно вот и 10 тысяч, 2 тысячи, 11 зарабатывать в том числе, вот. Тоже вот продавать партнерские товары можно в том числе. Также можно зарабатывать вот это вот и на Ютубе, видите, 129 долларов за месяц заработано. Вот. Это вот партнерка Вибума, на нем можно в том числе зарабатывать. То есть возможностей на самом деле существует много. А для этого я вам хочу предложить материал, называется МД21, то есть попросту, как создать много источников дохода и, соответственно, какие есть источники. Я вам уже перечислила, да? Подкасты, интеллектуальная собственность, партнерские программы, Инстаграм, Яндекс, Дзен, Дропшиппинг, инвестиции, ТикТок, Маркетплейс, и краудфандинг, блогинг, Ютуб и Телеграм. Соответственно, эти 13 источников позволят вам зарабатывать через интернет, в том числе и с телефона. Если кратко вы посмотрите, да, то вот дается доступ на 6 месяцев, доступ в закрытый Телеграм. Я вам как раз рассказывала, что доступы можно иногда и продавать, если что-то коротенькое. Будут онлайн-встречи, в том числе ваши задания будут проверяться, то есть чтобы вы могли с этим работать. Дальше, по поводу популярных вопросов, да, то источники множественно вы можете создавать. Вам потребуется на это некоторое время, но через несколько месяцев, там месяц-два у вас будет хороший результат. Дальше, по вложениям, опять же, что лучше, наверное, сделать сетку на каналах из Дзена, чем заниматься недвижкой. По времени тоже от 10 минут в день до пары часов в сутки. Можно ли совмещать? Да, разумеется, можно. Занимается и ведет конкретный этот курс Матвей Северянин и проходит это все на платформе школы. Соответственно, если вы хотите зарабатывать, пассивные источники дохода, то милости прошу курс МД-21. С вами была Светлана Козлова. Все ссылки я привела вам под данным видео, в том числе лично от меня вам еще там есть провокод, который даст вам дополнительную ссылку 8%. До новых встреч. В следующих видео я расскажу вам о следующих способах заработка. Ах, да, ребята, чуть не забыла. Хочу вам показать, что же, собственно, находится внутри курса МД. Иначе говоря, множественные источники доходов. Это секретная информация, она доступна не всем, поэтому смотрите. Внутри курса находится 31 урок. Часть из них будет открываться постепенно. Видите, курс только выходит новый, абсолютный. Часть уроков еще не показана. Часть уже выпущена. Часть начнутся показываться где-то через, допустим, 7 октября, 7, 9 и так далее. Поэтому давайте посмотрим. Вот основное их содержание. Это часть. Остальное будет секретно появляться эти уроки уже позже. Поэтому давайте посмотрим. Вот первый урок. Вот так он выглядит. Наш урок. Вот здесь задание идет. Описание небольшое. То есть, включив этот урок, вы сможете его посмотреть. Этот урок посвящен сейчас Дзену. Следующий урок, который идет, он тоже посвящен Дзену. Давайте смотреть. Здесь информация про Дзен идет. Дальше следующее. Это у нас тоже идут информация про Дзен, насколько я понимаю. Да, про проверку и так далее. Далее, следующий урок тоже касается Дзена. Правильно. Он про Дзен с заданиями, которые у вас будут проверять кураторы нашей школы. Далее. Урок про тексты. О том, как лучше писать тексты. Как их довести до ума. Тоже в уроке вы все это узнаете. Следующий урок будет посвящен уже следующему способу заработка, который называется интеллектуальная собственность. Тоже все подробно узнаете из урока. Выполните домашнее задание. Далее урок будет посвящен, как вы сможете самостоятельно создать книгу. Тоже подробный полный урок. К нему информация, советы и также даются задания. Следующий урок посвящен, как можно издать книгу. Да, да, вы книгу можете и издать в том числе. И дальнейшие уроки вы уже узнаете после того, как они появятся в данном курсе на сайте. То есть по определенным датам. То есть 7 октября и так далее. Поэтому, ребята, вы можете и этот курс приобрести, в ближайшее время освоить и уже через месяц-два начать зарабатывать. Вот так выглядит этот курс. Но я вам рассказывала еще о дополнительных курсах, которые могут вам раскрыть способы заработка более подробно. Вот есть курс про Инстаграм, монетизация Инстаграм. Здесь вы сможете зарабатываться в Инстаграме на чужих аккаунтах за 14 дней. Тоже ссылку на него вам я приложу под данным видео. Следующий – это инвестиции для чайников, тоже про инвестирование. То же самое ссылку на этот курс я приложу вам под данным видео. Вы увидите его. Следующий – быстрый Яндекс.Дзен, быстрый старт по заработку за 14 дней на Дзене. Тоже подробный, достаточно грамотный курс. И еще один курс – КМБ 2021. Это курс про востребованную интернет-профессию за 11 дней. То же самое. Ссылочку прикреплю на этот курс под данным видео. На текущий момент я… Обзор данного курса закончен. Со временем буду дополнять уроки, еще показывать, что еще вы можете заработать и как вы сможете зарабатывать. Сам этот курс по МД 2021, он будет дополняться. И со временем вы сможете получать дополнительные уроки и работать по ним и зарабатывать. С вами была Светлана Козлова. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok